Заявленная тема Это многолетний кризис, кризис в семье Мне очень интересна эта тема Потому что в работе профессиональной К нам постоянно обращаются люди Пары с вопросом А что это с нами? Мы же там любились, поженились И все было так хорошо И значит любовь прошла Если сейчас так Значит любовь прошла Хочется сразу их успокоить И поддержать Что вы в развитии Ваша пара в развитии И конечно не будет так Как первые 2-3 месяца влюбленности Наступает новый этап И в психологии это называется кризис Я использовала для подготовки к этой лекции Встречи, материалы, видеолекции Психотерапевта Антона Ежова Очень рекомендую вам еще потом прослушать Потому что все-таки я такие кусочки оттуда беру У него такая достаточно большая лекция Вообще замечательный психотерапевт, психолог Потом кому нужно будет, я дам ссылочку Изначально слово кризис не имел такого негативного оттенка Пришло это слово к нам из греческого времени Из Греции Где кризисом называли судебный процесс И все, что с этим связано От возникновения каких-то неурядиц До выслушивания всех сторон До вынесения приговора И это означало, что исход может быть любой И никто не навешивал на слово кризис Это было дело, которое нужно рассмотреть Вот так больше Поэтому я бы хотела, чтобы вы тоже посмотрели На это слово и на то, что происходит у нас в семьях Как на события, которые вот Процесс, который требует внимания и развития И после этого семья переходит на новый этап И зачастую, если правильно кризис пришел Она переходит на лучший этап, чем до кризиса Потому что в семье это время Когда высвобождается большое количество энергии И обостряются какие-то вопросы Но если они обострились, значит, они для личности Которые составляют эту семью Они имеют какое-то очень важное значение И оставить их без внимания Было бы нечестно по отношению к каждому в этой семье Часто так бывает, что кто-то терпит Прогибается, там, как-то говорят В 10 лет ты так жила, терпела Ну, я как бы так со стороны женщины говорю Что теперь пошло не так Что ты там выставляешь какие-то вопросы И заостряешь наш кризис Давай, пожалуйста, в задках И было там в первые 3 месяца нашей облюбленности Ну, зачастую так не бывает Как мы уже и говорили И если посмотреть на семейный кризис То вот когда эта энергия высвобождается При правильном ее направлении Мы можем выйти на лучшее На лучший этап наших отношений Чем до кризиса И по сути кризису надо радоваться Ну, как-то нам очень трудно радоваться Какие-то сложности происходят Как, в общем-то, трудно радоваться Мамам, вот маленькие дети, я знаю Да, вот Алены И вот такая маленькая, няшная Да, там полгодика Ему 3 месяца, полгодика А потом в год у него начинается первый кризис Когда он понимает Это я ходить могу И то есть он начинает чудить С нашего понимания, что не так Капризничать, требовать И мамы переживают, что происходит Но, как бы, мы психологи говорим Если ребенок не проживает своих кризисов Одного года, трех лет, семи лет Подростковый кризис Он как личность не состоится То есть все кризисы важны Особенно важен подростковый кризис Которого тоже все очень боятся и с трудом Вот так и в семье Если, как говорят А мы вот прожили 20 лет У нас все было хорошо Мы не ссорились Есть подозрение, что люди прожили как соседи Просто, понимаете Они ничего не обсуждали глубоко личностного Или кто-то один постоянно пытался подстроиться Это тоже, ну, такая себе Относительное счастье Ну, хотя В искаженных вариантах Некоторые пары выбирают такую жизнь И, ну, в общем-то, это их выбор Нравится, пожалуй, да Пожалуй, можно и так Особое искусство Если вот уже рвануло в семье То отключить вот этот атомный реактор То есть развод является одним из вариантов выхода из кризиса Вот, и когда к нам приходят Мы всегда говорим, как психологи Что мы за то, чтобы оба человека были счастливы Если у них не получается быть счастливыми в семье То совершенно нормально И никогда психолог не будет там Как-то в чувство вины водителей Стараться там Выдавайте, сохраняйте Вот надо реалинировать эти отношения Если уже все очень сложно И в своем развитии Оба пошли так, что им дальше не по пути Да, вот кто-то быстрее начал развиваться Или там изменились ценности То отключить этот реактор Это тоже вариант решения Кризисы бывают нормативные Это вот когда они действительно связаны с развитием пары Ну, как и у ребенка нормативные кризисы Да, вот как бы медовый месяц закончился Началось какое-то вот узнавание Без этих, огромного количества этих гормонов, эндорфинов Да, узнавание партнера Это кризис Рождение ребенка Это кризис Если оба пытаются сохранить свою, да Вот идентичность там как-то свои Хочу сохранить Несмотря на то, что мы теперь пара Это тоже важно Это предсказуемые кризисы Есть еще непредсказуемые кризисы Например, это внезапное событие Кто-то умирает близкий Да, и вот пара может быть Только начинала свой путь У них еще все так прекрасно И тут смерть близкого человека Для одного из супругов становится потрясением И приходится переживать Или, например, как у наших клиентов была ситуация Что подготовка к свадьбе Они так хотели, да И вот это все так красиво И это такой романтический момент На который, по сути, пара опираться должна потом В первые кризисы А у них за два дня до этого умирает бабушка И все приходится остановить, да И там финансовые потери идут И, конечно, в этот момент очень важно Как пара проживет Сплотится ли она Или они начнут сердиться, да И друг друга обвинять К ненормативным кризисам относятся какие-то экономические катаклизмы Например, вот как мы все проживали Развал Советского Союза Когда, в общем-то, отлаженная жизнь Такая спокойная, уверенная Многих семей, большинства семей Она начала перестраиваться И тут какие-то вызовы очень большие пошли Или вал какой-то валюты Когда семья тоже не ожидала То есть это не связано с развитием пары С какими-то внешними обстоятельствами Это довольно сложные моменты Вообще, кризис семьи, он начинается так рано Что никто об этом не задумывается Это называется вот приконтакт Приконтакт – это с чего вообще возникла идея создать семью Какие были побуждающие к этому моменты Здесь кажется, ну, все просто Ну, типа, мы же любим друг друга Но если каждый, у кого был брак Или сейчас в браке, задумается Как это происходило То, скорее всего, несколько может узнать таких моментов Вот они осложняют, да Не все так просто Не только наша любовь и желание быть с этим человеком Нас к созданию семьи, так сказать, пододвигается Понукает, да, как бы Очень большое влияние имеют социальные установки Как ни крути, но быть одиноким В 30, уже сейчас, слава богу А не в 21, как было там наших родителей Это уже как-то, ну, вот как-то Тревожно некоторым становится Не всем, то есть мы движемся К какому-то более европейскому пониманию Там вообще там до 25 вообще не заморачиваются Да, там молодежь, они строят карьеру Но все-таки в нашем еще вот пространстве принято Там, а что это, еще ни разу не замужем? Для меня была очень тяжелая консультация Как психолога, когда женщина молодая, юная Она попала на очариста, познакомилась в сети Который обещал уже свадьбу Вот она очень ее хотела Когда выяснилось, что большая часть из того, что он ей говорил Это неправда Его вообще забирают в армию А он не едет в какую-то загранкомандировку И свадебное платье, и стол, который она заказала Вообще сейчас уже под большим сомнением, так сказать Ну вот у него там патологическая ложь Она сказала, я, наверное, все равно с ним распишусь И через месяц разведусь Только бы помнить вот эту вот запись Ну это вот реально, это наши дни Это человеку было там 27 лет, 29, не знаю, вот как-то так И мне было очень сложно Садитесь, девочки И было очень трудно вот понять, что, ну нет То есть все закончилось благополучно В общем-то никто ни с кем не расписывался Она просто пережила этот ужас, как бы, да Того, что с ней происходило И с близкими там объяснялась Как она пропустила столько лжи И поверила человеку Ну вот идея, что я должна расписаться Дабы только, зачем тебе это? Ну, а мне устало отвечать подружкам Почему я в этот... Не стыдно быть разгляденной Но стыдно быть ни разу не замужем Ну вот как-то так Необходимо следить ребенка Это тоже социальная установка Которая висит над людьми Чаще над женщиной Ну как материнский инстинкт Еще какие-то реализации женские Когда мне нужен этот брак Иногда ищут не партнера А ищут себе направленно отца для этого ребенка Это тоже такое достаточно распространенное Думаю, что вы с этим встречались Понятно, что здесь много стыда и тревоги Вот если я еще не успела А на этих чувствах затуманивается внимание Какой там партнер И многие начинают говорить Ну вот, я его увидела Время подошло Вот какое-то такое волшебное Какое мистическое мышление Наверное, уже пора Раз все так складывается Когда тоже одна клиентка говорила Вот меня как раз уволили с работы А он как раз начал делать мне предложение И ничего, что у него многодетная семья В прошлом и дети на нем Раз все так складывается Значит, это судьба Ну то есть вот такие вещи Как эта судьба И попытка присмотрись Подумай Не спеши Нет-нет И видно, что это социальное давление Вот так сработало Ничем хорошим там не закончилось Понятно Потом Рассветление наступило Уже Как бы, да В процессе В процессе Для этого подумать Есть такое понятие Как братья по расчету Когда Один из партнеров Используется как социальный лифт Это мы сейчас все Про социальные установки Которые влияют Да Это и под разновидности То есть когда Вот у него Или у нее Есть там Приданная Как условно говоря Связи родительские Да И мне удобно И тогда Вступают в такие отношения Человек там Подрастает Социально Куда-то тоже Встраивается И естественно Сама личность Сам партнер Не интересен Понятно, что брак Будет под вопросом Скорее всего Развинется Принудительные браки У нас довольно редкие Такое явление Но в части Страна Это еще сохранилось И можно такое встречать Значит Это Из приконтакта Приконтакт Очень важен Сейчас каждый Может вспомнить И задуматься На чем было основано Вступление в брак Или Если вы думаете О браке То тоже подумайте На какой базе Это строилось Вот социальные установки Такие Есть Такой мотив Эдипальный Он называется То есть Многие люди Ищут Партнера Похожего На маму Или на папу Если в семье Родительской Было все классно Вот прямо Вот знаете Сейчас много говорят О родительской любви Но бывает Тоже Если много перегибов И ребенок Такой залюбленный Весь Окруженный Прямо Вот у него Так сложилось Все классно 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 Он потом Как в том анекдоте Да мама Ты вышла так замуж За папу А мне хочешь Какого-то чужого Мужчину подсунуть Да Пятилетняя девочка Говорит Нет Ты извини Но ты так за папу Вышла Да Я должна буду Что Я тоже на папе Хочу Жениться Ну часто Так дети говорят Это для определенного Возраста Норма Да Что они очень любят Маму Или папу Но вот оттуда Этот вегипальный Комплекс Он и идет И понять Что другой человек Не будет мамой Не будет папой Он будет очень отличаться И партнерская любовь Она другая Там Другая основа Да Там есть обмен Здоровый Брать давать Там не будут тебя любить Как это Не безвозмездно Принимать за все Что бы ты не сделал Да Все очень Так Иначе А хочется же того Ну ребенок Допустим Ему повезло И слава богу Он настолько напитался И настолько он был Иногда некоторые Не могут переключиться Часто Мужчина Например Может так и проговаривать Что Ты готов как мама Что у тебя пирожки Ты не умеешь Вообще Это значит Ты меня не любишь А если любишь Так давай учись Да Допусти Ну а женщина Вообще Ну что ты Не об этом Не хотела Что любовь Это это Также и Женщина Может мужчине Предъявлять Это по схожести Да Если на этом Основано То тоже Много будет конфликтов И по антисценарию То есть иногда Родительская семья Такая жесткая Что Будущий Да Там супруг Или супруга Говорит Ну только бы не Только бы не Такой как мой папа Который там пил И я все сделаю И в итоге Очень часто Они все равно Находят похожих Но зависимость Может быть другая Яркий пример Может вы не знаете Но допустим Есть спортивная зависимость То есть Человек Который Так с виду Он видел здоровый образ жизни Он там Пробежки Ну то все И вот Она вступает в брак А его почти никогда нет дома Он то на сборах То В спортзале То вот как бы Да То есть Отсутствие человека По формальным признакам Похоже на То что он как бы Тоже не в семье Это тоже такие Отсутствие Пропровалы Да Нет у человека Или командировки Или там Моряг дальнего плавания То есть Уйти от Когда мы чего-то Не осознаем И не осмысливаем Мы все равно К этому приходим То ли мы По схожести Ищем родителя То ли По антисценариум Риск Да Риск кризиса И что еще Ну Такие бывают Странные Как бы Ну Мало Частые Вернее Но мало Осознаваемые Мотивы Мотив схожести Я найду себе Такого же человека Мы будем Вот такие Классные Там Молодые Подтянутые Вот сейчас Нарциссический Мотив Он называется Да Вот Любуюсь Им Он такой же Классный Как я Там Такие же В инстаграме Такие же Классные Видосики Снимает Мы там Ну вот В общем Картинка Не пара А картинка Да Очень часто Это называется Такой Нарциссическая Схожесть Или Близнецовый Выбор Вначале Это вот Приятно Мы такие Похожие Но потом В этой паре Возникает Конкуренция Потому что На похожести Очень трудно Понять Какие роли Вообще Будут Как То есть Наоборот Противоположности Даже чаще Дополняют Друг друга А могут Объединяться А там Постоянно Залидерство Борьба Какая-то Конкуренция Ну и Сложно Когда Такой Близнецовый Да То есть Смотрите Внимательно Если вы Слишком Похожие Тут Есть Вопросы Или Зеркальные Отношения Когда Один из Партнеров Расширяется За счет Восторга Другого То есть Вообще Не хватило ему Допустим Внимания Матери Да И вот Он Чувствует Нехватку Хвали меня Я классный Смотри Расскажи мне Какой Да То есть Постоянно Нуждается В поддержке Во внимании Вот Это может Как от Нехватки Любви Ребенка Да И Внимания Так И переизбытка Когда Очень Он так Воспринимает Что Любовь Это Когда Меня Постоянно Сорядок И Если Я Эту Любовь Почувствовал Предъявляет В крайнем Случае Это Такие Нартистические Мотивы Это Когда Я Хочу Вбрак Для того Чтобы Партнер Меня Вот Как бы Он Говорит Ну Я хочу Чувствовать Себя Счастливыми Я хочу Чувствовать Себя Хорошо А Хорошо Для Меня Это Вот Такие Нартистические Мотивы Либо Зеркальное Такое Я хочу В тебе Отражаться Либо Мы Такие Оба Классные Что Нас Два Стало И В самых Крайних Случах Это Может Быть Перенос Слияния Когда Другой Человек Это Просто Продолжение Меня Это Как В том Анекдоте Что Зачем Я Придумываю Сценарий Своей Жизни Если Другие Его Не Выполняют Я Что Зря Его Придумываю Я Не Понял Ты Для Того Чтобы Реализовывать Мои Какие Мечты И Это Буквально Сегодня Была Консультация Когда Встречается Вспышка Ярости И Агрессии Когда Женщина Вот Например Я хочу Ходить В спортзал Как Это Ты Пойдешь В спортзал А Я А Ты Что Не Хочешь Со мной Дома Заниматься Ну Давай Это Правильно Я Так Решила Я Хочу В спортзал Нет А Там Другие Мужчина Друга Немки Посмотрят То есть Какие То Другие Разговоры О том Пробежка Рано Утром Нет Я Тоже Об этом Делаюсь И То есть Заканчивается Все Тем Что Ты Оборзел Ну Буквально Такое Слово Оборзела Как Это Потому Что Предыдущие 5-6 лет Человек Подстраивался Подрос В этих Отношениях И Хочет Он Уже Точно Знаешь Спортзал Он Хочет Спортзал Да Наконец Он Понял В данном Случе Она Поняла Что Она Запрещается И то И то Поэтому Эти отношения Распадаются Сейчас Может быть Они выйдут На новый Уровень Потому Что Все Таки Я думаю В нашей Жизни Много Сложностей И Много Неприятностей Чтобы Ограничить Себя В таких Простых Вещах Как Для Женщины Накрасить Ногти В салоне И Сходить Спортзал Мы Выбираем Все Таки Развитие А не Просто Подчинение Здесь Какой-то Здоровый Компромисс Не Только Со Стороны Одного Партнера Хорошо Это Про Приконтакт Это Вообще Начало Кризиса Семейных Отношений Вообще С позиции С чего Мы Вступаем И Мало У кого Это Просто Любовь Желание Улучшить Продолжить Такие Хорошие Отношения Когда Мы Встречаемся Близком Если честно Задуматься У каждого Какая-то Своя История Может быть Компенсаторно Это похоже Когда Человек Выбирает Другого Потому что У него Нет каких-то Качеств Он может Восхищаться Этим Но не Развивать Себе Например Не зарабатываю Я денег Но я вижу Что этот Человек Зарабатывает Ну пожалуй Я с ним буду Это же так круто Это как будто Боя Значимость Подымается От того Что другой Это умеет А я с ним Да Там Или Какие-то Еще такие Другие Моменты Для кого-то Умн ценные Ну что Допустим Да Вот он Такой Умный Ну а я Не очень Но я буду С ним Буду Отражаться Например Его Умшал Такое Встречается И это Тоже Происпользование Человека На самом деле Если задуматься И В какой-то Момент Будет Кризис Потому что Все равно Важно В себе Это развивать Любое Качество Которым Вы Восхищаетесь В партнере Говорит О том Что И вам Это тоже Важно Дальше Наступает У нас Пара Ну Мы вступаем Уже Близкие Отношения И начинаем Жить вместе Начинаем Узнавать Партнера Как Проходит Первая Волна Влюбленности Да Когда Очень Помогают Влюбленности Когда Мы понимаем Друг друга Без слов Какая-то Телесная Близость Она Решает Очень Многие Моменты Там Поссорились Потом Любный Секс Ну Там Хрен с ними С Которая Вот Природа И задумана Для того Чтобы Совершенно Разные Люди Которые По-разному Мыслят По-разному Пахнут Даже Двигаются Как-то И вот Этот Сильнейший Стресс Который Мы Переносим Если Быть По-честному Присутствие Какого-то Постороннего Человека Еще Так Недавно Постороннего Нам Без Анестезии Это На самом деле Выдержать Нельзя Поэтому Природа Природа Все это Продумала И Понемножку Понемножку Мы Как бы Это Встраиваем И Потому Что Дочек Нам Родной Он Уже Становится Для наших Детей Папой Мамой И Они Потом Даже Говорят Это Жирные Люди Это Удивительно И Вот В момент Формирования Пары Очень Важно Знать Свои Психологические Особенности Психологические Особенности Партнера Смотреть На них Без Идеализации Честным Таким Незамутненным Взглядом Здесь Очень Мало Еще Несмотря На Пропаганду Психологии Очень Мало Знаний Мало Кто Знает Что С какого То Момента Обязательно Будут Отыгрываться Сценарии Которые Есть В семье Будет Попытка Все равно Вести Периодически Партнер Может Говорить У меня Мама Она Вообще Деспот И Детс Надо Издевалась Но В какой-то Момент Этот же Партнер Будет Вести Себя Как Его Мама Просто Потому Что Это Записано Им Же Записано На Бессознательном Уровне У него Это Записано В момент Стресса В момент Конфликта Он Будет Себя Так Вести И Силу Нажима Который Будет Применять В каких-то Аргументах Отстаивания Своей Точке Зрения Он Не Контролирует Он Допустим В юбке Генерал В юбке Как Говорят И Здесь Стоит Это Обсуждать Мягко Не Впадать Вот Очень важно Мы всегда Просим Пару Людей Которые Приходят В конфликте Содуматься Что Не все Что Говорит Партнер Относится Напрямую К этому Конфликту И к вам То есть Вот он Сейчас Так Много И шумно Вам Рассказывает Не потому Что Он Все Это Хочет Сказать Вам А потому Что Днем Недоигранные Детско-родительские Конфликты Они прорываются И несутся Вам Ему некуда Это отнести Он не пойдет К пожилым Родителям Уже Выяснять Они его Не услышали Тогда В юности В молодости И уже Сейчас Они Не услышат Скажем Он Это Бессознательно Несет Все И рассказывает Вам И Просто Об этом Стоит Задуматься И хотя бы Так Немножко Понять Что Не вы Причина Всех Его Плохих Настроений И даже Он об этом Может Назвать Очень важен Стиль Привязанности Недавно Мы тоже Столкнулись Незнание Своего Стиля Привязанности Тоже Интересный Момент Можете Почитать В интернете Но я Коротко Скажу Стиль Привязанности Это То Как Мы Выстраиваем На Какой Дистанции Мы Выстраиваем Отношения Кому Нужно Сколько Близости Кому Сколько Дистанции Но Если Там Их Четыре Стиля Привязанности Редко Кому Везет И у Чека Надежный Стиль Привязанности Так Называем Зависит Он От Того Как Родители Выстроили Контакт С Маленьким Ребенком Где-то Считается Что Лет До Четырех Он Сформирован Ну Дальше Так Подтверждается То Есть Этим Людям Они Стремятся В отношения Которых Надежности Привязанности Они Стремятся Они Хотят Отношений Но Им Хорошо И Отдельно Они Нормально Как Вот Эту Пульсацию Выдерживают Приближении Отдаления Не Впадая В Тревогу Не Впадая В То Что Наверное Самой Что-то Не Так Если Партнер Захотел Побыть Один Или Едет Друзья Пить Пиво Девочка Едет Куда Когда Настоящий То Есть Это Вот Редко Кому Конечно Везет Но Встречается Они Умеют Обсуждать Ситуации Да Как То Психологически Тоже Легко Воспринимают Другое Другое Поведение Потому Что В себе Уверенно Спокойно Да У Есть По Спас прочности Передано От родителей Что За мной Все Хорошо Не Любят Временные Трудности Что Такое Внутри У них Фона Следующий Тип Привязанности Тревожный Он Довольно Часто Встречается И Вы Можете За собой Наблюдать Или За своим Партнером Люди Боятся Одиночества Прилипают К партнеру Не Давая Ему Пространства И Любое Отделение Вызывает Сильную Тревогу Но При Это Может Выглядеть Как Не Очень Хочу С Тобой Общаться Но Краем Уха Все Время Ловит А Он Тут Вообще Помнит Или Если Он Ушел И Ехал Что Он Думает О Мне То Вроде Б Как Могут Отпускать Но Тревога Внутри Надо Себе Признаться Что Все Равно Сканируется Пространство Не Могу Заниматься Своими Делами А Я Избегающий Тип Привязанности Это Когда Боятся Испытывать Позитивные Чувства И Когда Они Наступают Им Нужно Мало Контакта Мало Если Возникает Сложность В отношениях Они Хотят Резко Отдалиться Побыть Отдельно Там Есть Уйти В пещеру Что То Еще Есть Вариант Норм Все Мы Должны Немножко Побыть Обдумать Но Бывает Это Чрезмерно Когда Каждый Раз При Ссоре Уйди Не Трогай Мне Надо Уйти Насколько Тебе Надо Уйти Я Не Знаю Может На Сутки Может Весь Вечер Избегающих Тип Привязанности И Скорее Разорвут Контакты Будут Отдельно Ну Самый Сложный Дезорганизованный Это Такое На Грани Патологии Норма Уже Ближе К Патологии Когда С одной Стороны Прилипают Но Делают Все Чтобы Укусить Сделать Неприятно И Не Уходят И Не Могут Жить В мире Истеричные Вспышки Постоянно Дезорганизованные Шуткой Но Вот И Здесь Когда Мы Говорим О Кризисе Формирования Пара Есть Сейчас Мы С другой Сторон Когда Говорят У У вас Были Мысли Развесеть Женой Развесеть Нет Беда Да Тоже Тоже Вариант Разве Можно Реактор Отключить Нет Она Должна Пострадать Ну Так Уже Все То есть Взрослые Отношения Не стоят Только Садистические Какие-то Да То есть Она Мучится Это Кризис Формирования Пары То есть Знание Своих Особенностей И Многие Знают Свои Особенности Они Вот Приходила Женщина На терапию Она говорит Ну Я вот После Второй Консультации Обычно Сбегаю Так было С тремя Психотерапевтами Чудесным Образом Задержалась На четвертой Консультации Это уже Интересно То есть Скорее всего Когда что-то Идет не так Это не обсуждается Я не думаю Что все Психотерапевты Плохие Да Там Просто Вот Это же Наверное Избегающий Нет Приходится Да Да Это Избегающий Нет Но Она Себе Знает Она Сразу Предупредила На первой Встрече Типа Если Что Вы Не Виноваты У Меня Такая Традиция Да Мельчик Уже Знает Это Интересно Наблюдать Хорошо Бы Сказать Об Этому Пашню Знаешь Когда Мы С тобой Начнем Ссориться Да В Какой То Момент Я Особенность Я ее Знаю То Ты Пожалуйста Пока Я Не могу По-другому Это Нормально Обсудить Такие Вещи А не Вываливать На Партнера Как будто Он Должен Танцы С бубнами Это Потому Что Хорошо То По Кризису Формирования Пары Да Вообще Главное Научиться В этот Момент У нас Когда Мы Формируем Пары Много Еще Как я Говорю Этих Наркотиков И там Легко Восстановить Потом Здесь Как раз Обсуждать Заострять Говорить Что Вот Здесь Мне не нравится Это Нужно И нормально Делать Но у нас Как-то Стараются Настолько Беречь Этот Период От Наоборот А потом Берегут Берегут А потом Уже Когда Заканчивается Заканчивается Это Помощь Биологическая Все Начинают Говорить А меня Не устрают То есть Призываю Тех У кого Браки Впереди Сразу Пока Ты Так Хочешь Меня И так Любишь Давай Поговорим Здесь О степени Свободы Которую Ты Можешь Позволить И Которую Я Хочу О том Как У нас Лидерство В паре Будет Кто Лидер И Может Лидер Переходить И В каких Отраслях может, я лидер тогда, какие границы у нашей семьи, а то так ходит табуном родительская семья через эту молодую пару, кто-то терпит, а супруга, ну ладно, может, потом поженимся, может, это прекратится, ну не прекратится, потом только наоборот, если мама привыкла контролировать, она еще больше пытается, обязательно об этом всем говорить и обсуждать, прояснять, узнавать человека, это все очень важно, без детской идеализации. Хорошо, следующий, хорошо, это так, как-то постараюсь, следующий большой кризис, это кризис триада или появление ребенка в паре, или если это уже второй брак, то ребенок уже сразу здесь появляется, это тоже очень непросто. Вообще у пары очень важно, чтобы было развитие в виде ребенка или какой-то общей деятельности, которая объединяет максимально. То есть если паре не удается завести ребенка в ближайшие 3-5 лет, это тоже считается, по статистике, разводов больше у этих пар, потому что нужно куда-то эту энергию направлять объединяющие. С одной стороны, когда появляется, куда направлять эту проблему, если не появляется, это тоже проблема. Да, действительно, поэтому если вдруг не получается, то нужно искать какой-то, канонизировать эту энергию в другие каналы, скажем. Конечно, ребенок, появление ребенка, это тоже очень сложный момент, и здесь тоже есть момент, почему мы захотели этого ребенка. Идеально это мы любим друг друга, отражаемся, наши чувства, хотим продолжение внутри. Но бывает так, что уже в браке кто-то из партнеров не чувствует достаточно любви, типа, давай ребенка, он же будет любить. Вот где-то внутри, да, женщина может чувствовать особое, как бы, слияние, надежду, что у меня будет чем-то заняться, пока ты там много так работаешь, вот что-то такое. То это, конечно, тоже для ребенка это испытание, на него очень много навешивается, родительских сложностей. И он теперь, его используют, по сути, да, если будем честными, да, вот так вот. Ну, это настолько часто происходит, никто не задумывается, что это так вот, да. Ребенок, мне хочется какой-то любви, а муж мне ее не дает, к примеру. Встречается и у мужчин такая история. И тогда пара, конечно, отдаляется, отделяется друг от друга. Но рождение ребенка, это по сути, да, что у нас получается. Ребенок, он же порабощает чаще всего мать, потому что у нас дети, детей воспитывает женщина обычно. В декрет уходит, не воспитывает, а именно в декрет уходит. Потому что, ну, вот есть в европейских странах, там даже делят, делят декретный отпуск между папой и мамой. И на мужчину смотрят с подозрением, если, сейчас я не вспомню, какие страны, можно задаться этим вопросом, но просто слышала эту информацию, что уже становится настолько это естественно, что как это, а что ты не пошел на полгода в декреты? У вас же ребенок родился, что только жена занимается. Странно, да, там, есть уже такое понимание, когда-то, наверное, мы тоже к этому придем. По Франции в основном папа сидит. Вот, да, вот, в Франции. А на этом женщина работает. Естественно, в этот момент женщина работает, а не потому что папа сидит, а она тут тоже там что-то. Конечно. Колыбельные поедут. Я думаю, что это замечательно. Я думаю, что претензии женщин к мужчинам, как у нас говорят, мужчин, там у них характеры стали слабые, еще что-то. Так их воспитывают мамы, притом воспитывают мамы, у которых у самих нет пары, ну, так часто бывает. И они же их притягивают, боятся. Ну, в общем, короче говоря, перекосы в воспитании, когда мальчики не видят. Недавно я даже картинку такую разместил, что у нас тоже есть семьи, в которых воспитывают детей однополые родители, да? Бабушка и мама. И поэтому здесь очень важно понимать, что, конечно, мама идет на разрыв, на, так сказать, на износ. И здесь, получается, страдают многие сферы жизни, да? То есть очень большая претензия в паре, что происходит, ты меня забыла, ты вся в ребенке, да? И потерпеть и понять, что, ну, женщина просто не может, не все мужчины могут, да? Им тоже не хватает какого-то понимания или физиологические особенности, например. Ну, вот сексуальная сфера часто страдает, потому что окситоцин, гормоны, да, которые помогают, провоктин, да? Они помогают установить грудное скамбливание и все это дело, но совершенно гасят либидо для части женщин, не у всех это так. Для части женщин она просто не чувствует никакой потребности в сексе, она не возбуждается. И мужчина такой, ааа, что, куда, меня совсем, да, выбросили куда-то в дальний угол. И, конечно, к этому нужно быть морально готовым, понимать и искать какие-то варианты. Потому что сказать, что, ну, ты бездушный человек, ты требуешь от меня того, что я не могу дать, да? Он требует, потому что не все мужчины готовы там подождать полгодика беременности. Плюс еще, там, годик, пока ты грудью тормешь, да, там, пока, ну, не всегда получается. Ну, ну, здесь нужна гибкость. И каждая пара решает по-своему, мы это не будем сейчас обсуждать, как, это очень сложный вопрос, конечно. Женщина в декрете чувствует часто вот эту вот, как бы, изоляцию социальную. Плюс, получается, да, там, если она привыкла зарабатывать и не привыкла просить, то она тоже в очень жестких рамках. И здесь вот эти сценарии такие садистические могут отыгрываться, когда мужчина вдруг чувствует власть. И он, типа, а что это я, да, вот вам на молоко столько, на парперсы столько, а что нельзя как-то обходиться, там, пеленочкой или, там, зачем на такси ехать? Ну, на силу, там, транспорт с ребенком. Пешком. Пешком, про свежий воздух бодрит, да, там. Нарос бодрит. Да, поэтому и нужно понимать, что в нем просто какие-то могут вот нереализованные, да, наконец-то, вот эта власть. То есть, иногда мужчины просто это не отслеживают. И здесь нужна помощь психолога. А женщина, в свою очередь, может замыкаться, потому что просить-то она не привыкла, она всегда сама была на коне. А тут вот эти все гормоны, изменения внешности. Ну, да, вдруг он меня теперь разлюбит такую вот, пока я, да, там, восстанавливаюсь. Это тоже очень сложно. И здесь говорить открыто, да, когда в паре есть вот способность говорить очень хорошо. Так, сражением ребенка у нас меняются границы, да, бабушек и дедушек. Границы, когда семья вдруг, у семьи были границы, и пара их сумела установить, от родителей своих, да, бабушек и дедушек. Но сейчас ребенок, внук призывает, как бы, их, они хотят помочь. Сначала мягко, а потом этот контроль может... И здесь слово... Потом объяснить, что это мои плохие родители. Не знаю, вот этот этап, пока лично мой ребенок не уехал, я границы эти просто с боем восстанавливала, да, на ранних этапах просто с боем потом. То есть некоторым бабушкам вообще трудно объяснить, что вообще-то я мама, да, вообще-то я решаю. Задача бабушек быть начеку, как бы, и помогать. Ну вот дальше, вот этот контроль, отчет, дровоучение. После того, когда я попала, да, моему ребенку было 6 месяцев, я попала, теперь я понимаю, как психолог, что это была депрессия после его первой болезни. То я просто была вынуждена эти границы выставлять жестко. Потому что никто же тебя из депрессии потом не вытаскивает. Тебя вот туда, ты плохая мать, у тебя заболел ребенок, а что с этим потом делать? Нужно понимать, что ребенка может спасти только мать, да, как в самолете. Маску нужно одеть на маму. Если с ребенком что-то происходит, идите к маме и думайте, как ей помочь. Потому что только она может помочь своему ребенку. А вот эти вот гоняния в чувство вины, а мы тебе говорили, что нужно было одеть 3 распашоночки, а ты одела одну, и теперь он заболел. Ну, ни к чему хорошему не привели. То есть вот такие кризисы возникают в семье с рождением ребенка. И все темы, как деньги, секс, границы и лидерство, да, и воспитание теперь уже этого ребенка. Вот все эти темы обостряются. Их видите, как их много. За каждой этой теме можно посвятить отдельный большой семинар. Следующее, это дети подрастают, идут в школу, 7 лет, там вызов семье колоссальный. Как социум посмотрит на этого ребенка. Теперь мы уже, как пара, переживаем, что скажут люди из вне по поводу него, да, насколько он хороший. А если он не очень хороший, значит, это вы не хорошие родители, да. То есть есть такая история у многих тревожных родителей. И тоже важно, как объединиться пара в этот момент. Будет тыкать друг на друга, а вот видишь, ты его там до двух лет грудью кормила, а теперь он не способен там попросить чего-то, он слабый, вялый. Ну да, ты с ним там не боксировал, когда я просила, или там лего не собирал, теперь он с ребятами не может найти. Да, то есть иногда родители начинают друг друга плевать, вместо того, чтобы объединиться. Ну, такое детское поведение, но оно довольно часто встречается, если по-честному. Тогда там легче же тыкать на другого, чем самому забываться. Ну и здесь первый период уже, когда женщина, да, уже освободилась, вышла на работу, там и ребенок подрос. Первый период, когда скука или какое-то такое вот времени больше, и плюс в социум встраиваюсь, я же там интересно, неинтересно, и мужчина так вот тоже. В общем, фактически семья, пара, она меняется постоянно. И творческая задача, это в личных изменениях, в изменениях этой пары находить способы, приспособления и новые смыслы оставаться вместе. На самом деле, вот эта роспись в ЗАГСе, она вообще ничего не будет значить, если вы не поймете, что вот на каждом этапе мы, ну как бы другие, и мы как бы заново этот брачный контракт должны заключать. Почему-то не говорят этому. Последний кризис, это кризис третьего возраста, кризис опустевшего гнезда. Мы, допустим, сейчас его переживаем. Дети отдельно. Ну, конечно, есть волнение, да, там, помощь психологии, успокоительность. Кризис, серьезно, у вас, понимаешь. Это кризис? Да, на самом деле я, как бы, ощутила, что кризис бы был больше, если бы ребенок остался учиться в городе, ну, знаете, всегда волнительно отпускать, тем более далеко. И если у пары нет совместного, да, если мне интересно рядом с другим, если отношения были выстроены по принципу, мы родители, но мы не знаем, как с друг другом, да, уже забыли как, что, а что, все время мы по поводу него коммуницировали, бы, да, то когда взяли и убрали этого человечка, он там уже сам, то а как нам коммуницировать? Ну, надо сюда кошку хотя бы. Нужны ли, нужны ли вот эти третьи нам, да, чтобы общаться? Да, если они не нужны, если ты понимаешь, фу, да, там меньше хлопоты, теперь можно время больше посвятить личность себе, своему развитию, или больше супругу подарить это во время, то это прекрасно. Из-за третьего возраста это на самом деле может быть таким глотком, вот, особенно если решены вопросы уже по своим родителям, которые обычно в этот период, значит, студент уже появляется, он уезжает, да, а пожилых родителей нужно забрать из села, к примеру. Это же, да, там, вот, дожитья наших пап и мам, которые, это же очень тяжело, они же в этом возрасте иногда так чудят, что, если уже это решено, и их старость протекает как-то достаточно мягко, тогда вот как бы хорошо. Пропущу небольшой кусочек и просто признаки здоровых отношений есть такой, да, типологодок, а не хватит. Вот это, да? Какие признаки, давайте. Давайте признаки. Истинный интерес к жизненному плану партнера без зависти и разрушения. Казалось просто, интерес, это неинтересен, да, ну, интересно без зависти и разрушения. И когда я приходишь и говоришь, хочу татуировку, да, такой у меня жизненный план на ближайший месяц, и партнер говорит, ну, да, как бы интересно. И понимать, что тело партнера – это его тело, да, оно не принадлежит мне. Если я говорю, что хочу там какой-то фиолетовый чубчик, то тоже понимать, что на сколько ты в жизни, и, ну, окей. А если есть зависть, то предложить, хочешь, мы вместе сделаем татуировку, и ты, и тебе можно, и мне можно, и бегать утром можно вместе, да. А когда человек говорит, ты знаешь, мне интересно, чтобы ты по моему плану жила, да, или ты жил по моему плану, то это уже не тот, да, это как бы не в истинном интересе. И помощь в этом, в реализации плана, помощь какого рода, то есть если на это хобби нужно выделить какую-то денежку, ну, да, понимаю, для пробежек ты хотела бы красивый костюм, ну, вот, давай не в этом месяце, давай в следующем. Но мы обязательно, ну, тебе же важно, а мне вообще не реализовала, да, там, конечно, выделим, и купим тебе этот костюм для пробежек. Вот, вот, но нет задачи, чтобы партнер реализовывал ваш жизненный план, да, то есть, ну, я хочу бегать, у меня не получается, слушай, давай ты меня будешь будить каждый день, пол-шестого, пожалуйста, то у меня силы воли не хватает. Тебе же интересно, чтобы я была страна? Одевать будет. А че ты не хочешь? Удихивать. Стоять, ждать, смотри, как ты бегаешь. И восхищаться, и завтрак в это время готов еще, потому что я же бегаю. То есть, вот, не навешивать на партнера идею про то, что, пожалуйста, да, потому что сейчас есть такая пара в консультации, когда очень красивыми словами, по сути, эгоистический компонент, возьми меня за руку и отведи к моему счастливому будущему. А если ты это не делаешь, значит, разве может быть в паре так? Ты, знаешь, меня не любишь. Не стараешься это делать. Базовое доверие. Базовое доверие – это попытаться научиться в паре рассказывать о своих каких-то недостатках, признавая их открыто. Не другого тыкать, что вот ты человек напротив делаешь вот это и вот это неправильно. Я хочу, чтобы у нас было доверие, поэтому я тебе говорю. Это как бы обратная связь, при том очень в таком нехорошем варианте, да, это еще не то. Вот когда вы можете человеку напротив сказать, знаешь, я с собой заметила такую штуку, у меня есть вспышки агрессии. Я думаю, что они напрямую не всегда к тебе относятся, просто вот, ну, МС у меня там отследила, ну, мама у меня авторитарная, там, что-то еще. То есть я как-то это накопила и понимаю, что я буду это делать. Ну, ты, пожалуйста, как-то понимаешь, что не всегда я со зла это делаю, да? Это базовое доверие – это способность быть открытым и честным в своих личных недостатках. А задача другого – контейнировать это и не использовать против партнера. Как бы сказать «Окей» и больше не тыкать, когда он начинает там, да, там, врать, не говорить, что… Ты как мама своя себя ведешь, там, дура, что ли, совсем, да, там, или что-то еще такое. Просить поддержки, говорить о, да, там, о необходимости обходить на своих спокойно, благодарить. Вот это базовое доверие, да, вот что-то такое. Способность, способность к настоящему прощению. Прощению не потому, что я такой классный, я все терплю, я все прощаю, да, там. А понимать, что другой человек, он другой, он по-другому, у него там организовано, он может другого хотеть. И, ну, как бы спокойно, признавая в себе злость, какие-то еще черты, не игнорировать их, признавая, но, в конце концов, как бы понимать, ну, да, наверное, никогда мы не будем одинаковы. Ну, то есть, не создавать себе такое, да, 7 медалей за прощение, да, да. Да, да, и ходит такой. 7 раз тебя простил. А ты мне должна в ответ 8, потому что, ну, я так решила, да, безусловно, каких-то таких. Благодарить, минимизировать просьбы. Мне, кстати, очень понравилось такое выражение. Если вы можете партнера об этом не просить, ну, не просите, да. Обращайтесь друг к другу по каким-то, да, вот масса бытовых моментов, когда мы хотим быть в контакте и друг друга вот поддергиваем. Не остается сил уже на какие-то высокие мысли развития, если, там, ну, вот как женщина, если много раз спросили у тебя, где что лежит, и, там, да, ну, что-то можно же самостоятельно делать. Ну, вот психолог тоже считает, что правильно минимизировать, как бы, просьбы и скромное присутствие, как он говорит рядом, да, благодарное за то, что есть. Я думаю, многие будут возмущаться. Сейчас женщины часто, наши, пока не говорят, да, отучиваются не просить, да, то есть они делают все сами. А рядом стоит и говорит, ты что, не могла меня попросить это? Да, кстати, да. Может быть, это как-то немножко к другому контексту, к другому культуре, да. Она и без меня прекрасно справляется, значит, и нужно. Я пошел помогать той, которая нужна моя помощь. И пошел помогать соседке, дебать полочку. Минизация полос. Ну, наверное, к мужчинам больше относится. Да, да, да. Не дергать, и не три раза спросить, где носки, где у нас, то, что бежит, да, да. Ну, каждый подумал, да, то, что у него болит, видите, как бы, да. Носок у нас. Да. Нужны общие идеалы. Как бы мы ни крутили, если мы очень отличаемся в ценностях, там, в понятиях, как воспитывать детей, как проводить свободное время, да, там. Тратить деньги. Да, ну, вот опять же, да, деньги, границы. Если я привыкла там, что я, я, вот, мне табор просто нужен из друзей, из родителей, да, а супруг такой, например, что ему ничего не нужно. Например, ему достаточно, как это, очень жесткие границы семейные. Но это же будет тяжело, да, то есть, и здесь при контакте понять, что он, мой дом, моя крепость, и он там что-то такое говорит, да, нам же вместе хорошо, да, да, это вам так и хорошо. А потом так хорошо, что даже чуть твои подружки к нам придут, да. То есть, общие идеалы, и в том числе, как тратить деньги, и какие границы у семьи будут, и как, ну, опять же, сколько детей там. Зрелая зависимость. Зрелая зависимость. Это способность получать помощь от партнера без вины, страха и стыда. То есть, ну, зачем-то же мы вместе, то есть, мы хотим чем-то обмениваться, значит, получать, просить и без вины, страха и стыда, когда нам дают, да, принимать это, обоюдно, как мужчина, так и женщина. И способность оказывать помощь без манипуляций, стыдом, виной и страхом. Не так, что, да, там, я тебе там вчера утром кофе принес в постель, всё, вечером нет. Почему? Ну, потому что я так решила, это мой здоровый обмен, да. Ну, или хотя бы договариваться, и вы тогда, нет, ну, ты мне кофе утром, а я тебе чай вечером. Для меня это здоровый обмен, да, там, ну, ладно. Может, партнеры согласиться. То есть, может, привыкнуть, да, вот как-то обмениваться иначе, а вы мне, а то, меня, вот это равное долю. Окей. Потому что в семье это всегда, ну, в партнерстве это всегда какие-то обмены. Это не бескорыстная, как это слово? Безусловная. Безусловная любовь родительская, да. Ну, только партнерская, она условная. А партнерская, она условная, да. И здесь понимать, что я вообще, мне это так не нравится, да, ну, мы и не развестись тобой можем из-за этого. Да, так может быть. Справедливое распределение задач, в отличие от борьбы за власть и поиска, кто прав и виноват. Наверное, самый сложный пункт, справедливое распределение задач. Потому что задачи... У нас справедливость есть. Да, задачи, они же не равновесны, да, там, если женщина взяла ребенка, и она домохозяйка в какой-то период жизни, а мужчина работает. Где баланс? Он есть, но вот каждая пара решает по-своему. И здесь очень важно подхватить ту же женщину, если она не справляется, даже взять от гола, а женщине понять, что, да, вот мужчина там повышает квалификацию и едет в командировку, и еще больше мне нужно, да, там, быть в доме крепостью. То есть вот эта вот пульсация, как пара это расправедлива... Наверное, если оба хотят максимально делать, то возможно, но это сложно, это сложно. Я думаю, это очень часто сложность в том, что часть людей считает, вот эта обязанность, и это легко. Вот эта обязанность... Ну ты же это умеешь делать, у тебя это быстро получается, например, тоже. Значит, ты делай, ты не устаешь, да. Ну, я знаю, что большое счастье, если вдруг мужчина там встал по-моему по сути, да, там. И так это приятно, и так потом такая благодарность к этому. Хотя это будет так... Ну, Люта. Нет, ну я буду приводить примеры, потому что я, конечно, и психолог, и тоже человек, да, и в нашей паре... В психологе тоже люди. Да, в нашей паре тоже много каких-то обсуждений, кризисов, это нормально. Ну, и последние два пункта, да, они касаются... Вот, постоянство сексуальной страсти, несмотря на физические изменения с возрастом. То есть, если люди сходятся вот в этом нарциссическом слиянии, мы такие молодые и классные, и не задумываются, что брак надолго, это значит вам встречать, как бы, морщины, там, обвешившие животики, и, не знаю, там, проблемы по здоровью, там, с давлением, и с этими прелестями, чьи-то. Может, да, ещё что-то вспоминается. То есть, любовь — это мощный духовный и психологический аспект, а не отношение с телом. Да, то есть, вот тело, оно будет меняться, при том, если рождение детей, оно будет мощно меняться, особенно, там, женское, не всем, хотя я вижу это невероятно, как девочке, там, уже 4 месяца после родов, она уже полностью восстановилась, но это для первого ребёнка, и в молодости это замечательно, и получается, не всегда это получается у каждой женщины, и после второго это, там, сложнее получается. И нужно это понимать, и честно на это смотреть. И последний пункт — это принятие неизбежности утраты этого человека физической в виде смерти, и неизбежности утраты иллюзий, страсти, каких-то идеалов, которые были вначале. То есть, если вот понять, что сейчас мы сходимся в этом, на этом пике любви, и мы согласны на то, что будет страсть уменьшаться, что какие-то идеалы наши будут рушиться, не всё получится из-за того, что мы хотим. И в конце концов, когда-то мы расстанемся физически, то есть кто-то умрёт первым. И это может быть сильнейшей помощью, вот мысль о смерти, она должна помогать чувствовать яркость бытия, да, то есть это такой вот ресурс вообще-то. Жизнь имеет смысл, потому что есть смерть на самом деле. Если бы мы жили вечно, то многие бы вещи с нами не случались, да, мы стремились в какой-то момент чего-то достигать, и даже, как вы знаете, некоторые пары говорят, расставаясь, просто выйдя за хлебом, да, подумайте, что... А ведь вы можете вернуться, а его уже не будет, или его уже не будет. И тогда вот какие-то ссоры вот такие не будут, ну, незначительные, они вообще вот раз так. То есть это, для некоторых людей это работает как ресурс, мысль о том, что мы не очень души. Какой-то такой души, придаёт жизни краске.